МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В студии информационной программы Твои новости. Марина Бартенева. Здравствуйте. Мои коллеги, коротко о главных темах выпуска. Митинг, посвященный 74-й годовщине освобождению Армавира от немецко-фашистских захватчиков, состоялся в Армавире. С места событий Ирина Чупина. Новокубанский отел застрелил свою даму-сердце из автомата Калашникова. Подробнее Юлия Чернышева. Коллекторов теперь будут наказывать. С 1 января вошел в силу закон о защите прав и законных интересов должников. Анна Мельченко продолжит тему. В Армавире стартовал ежегодный месячник оборона массовой и военно-патриотической работы. Его торжественное открытие состоялось 23 января. В 10 утра в парке 30-летия Победы прошел митинг, а продолжилось мероприятие в городском дворце культуры. Побывала здесь и Ирина Чупина. В этот самый день, 74 года назад, наш город был освобожден от оккупации немцев. По сложившейся традиции, 23 января в нашем городе начинает свою работу месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. В 10 утра армавирцы и гости города собрались у мемориала в парке 30-летия Победы, чтобы почтить память павших в кровопролитных сражениях. Открыл мероприятие глава города. Сегодня мы с вами стоим на этом памятном месте и говорим слова благодарности нашим землякам, нашим ветеранам, которые завоевали ценой своей жизни эту великую победу и по освобождению нашего города, и в целом по великой победе в Великой Отечественной войне. Мы сегодня говорим слова благодарности нашим ветеранам за восстановленные города, за восстановленные села, за восстановленную страну, потому что и город, и вся страна после Великой Отечественной войны были практически полностью разрушены. Председатель Армавирской городской думы в своем выступлении отметил, что наш город заплатил высокую цену за мирное небо над головой. Именно поэтому каждый год жители города собираются у мемориала почтить память освободителей. Мы все должны помнить, что в каждой нашей семье, в семье практически каждого россиянина были люди, которые не вернулись с этой войны. Что это самый главный праздник в нашей истории 20-го века, 21-го века. И молодежь должна знать, что народ, который не помнит свою историю, который не ценит ту жертву, которую заплатил страшную жертву, это десятки миллионов наших сограждан, что народ, который не ценит эту жертву, народ никогда не будет иметь будущего, народ никогда не будет иметь настоящего. На митинге жители Успенского района передали эстафету Знамени Победы Армавирцам. В завершении первые лица города и все пришедшие на митинг возложили венки и цветы к братской могиле героически погибших бойцов. Продолжилось мероприятие в городском дворце культуры. В зал торжественно внесли государственные флаги России, Кубани и Армавира, а также главный символ важной даты – Знамя Победы. Первые лица города обратились с поздравительной речью к ветеранам и всем армавирцам. Отмечу, что на время проведения месячника в нашем городе запланировано более 200 мероприятий, которые включают встречи ветеранов со студентами и школьниками, конкурсы и военно-спортивные мероприятия. Все это сохраняет память о военных событиях и передает ее последующим поколениям. Город был в оккупации более полугода. За это время он фактически был разрушен. Была ликвидирована вся промышленность, учреждения, социальные защиты, организации. Была расстреляна и заучена около 7 тысяч милых жителей. Еще десятки тысяч наших земляков не вернулись с фронтов Великой Отечественной войны. И нужно сказать о том, что, будучи голодные, израненные и измотанные Великой Отечественной войной, наши отцы и деды сумели найти в тебе силы для того, чтобы восстановить наш город. Владимир Туницкий – один из немногих доживших до наших дней ветеранов Великой Отечественной. Своими глазами он видел и страшные годы оккупации, и освобождение родного города. Освобождая город, квартал за кварталом, воины подходили все ближе к центру и не узнавали наш родной город. Город пылал весь в дыму, здания были обуглены и разрушены. Все предприятия тоже были взорваны. Мы, люди города, услышав русскую речь, стали выходить со своих домов, выходить с землянок, куда их немцы загнали, а сами поселили в своих домах. Из плача стали встречать своих освободителей. Вспомнили на мероприятии легендарные песни военного времени, по прошествии стольких лет по-прежнему трогающие душу. В темнице ночи тысячи лет, кровавой птицей бьется рассвет, но на земле во все времена, береги на там память верна. В стихах, посвященных подвигам солдат, оживают образы героев того времени. Пронзительные строки никого не оставили равнодушным. Я долг свой всегда по-солдатски приемлю. И если уж смерть выбирать нам, друзья, то лучше, чем смерть, заради мою землю и выбрать нельзя. Мероприятие продолжилось выступлением танцевальных коллективов города. Радость победы и боль утрат сквозила в каждом творческом номере, исполненном в этот день. Ирина Чупина, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. В Малом зале администрации Новокубанского района состоялся первый в 2017 году прием граждан главы муниципалитета Александра Гомодина. Роман Габарец расскажет. Работа с обращениями граждан – одно из важнейших направлений деятельности администрации Новокубанского района. Такие приемы дают возможность оперативно реагировать на возникающие острые социальные, экономические, правовые и даже бытовые проблемы. Со своими чаяниями и проблемами новокубанцы напрямую обращаются к руководству муниципального образования. Жалобы и обращения, с которыми приходят люди к первому лицу района, самые разнообразные. На первом в 2017 году приеме главы района свои проблемы озвучили порядка 10 человек. Самые актуальные темы касались жилищно-коммунального хозяйства, трудоустройства, выделения земельных участков под строительство, присвоения адресных данных и жилищные вопросы. Были и другие вопросы, с которыми граждане обратились к Александру Гомодину. На прием пришли организаторы традиционного фестиваля «Бардовской песни», который пройдет в городе Армавире с 26 по 28 января. Всех новокубанцев пригласили принять участие в празднике авторского творчества. Не только творчества Высоцкого, но вообще авторской песни. Просто, вы знаете, 25 января день рождения Владимира Семеновича Высоцкого. Поэтому всегда в эти дни мы проводим фестиваль. В этом году уже, еще раз повторю, в 20-й раз проходит этот фестиваль, юбилейный. Никто из пришедших на личный прием к руководителю муниципалитета не остался без внимания. Все обратившиеся получили квалифицированное разъяснение. Вопросы, требующие детального рассмотрения, поставлены на контроль. Роман Габарец из Новокубанска, служба новостей Армавира. При ревновал и убил. 20 января житель Новокубанска застрелил девушку из автомата Калашникова. Злоумышленник после совершенного преступления скрылся, он был объявлен в розыск. Сотрудниками полиции осуществлялись оперативные мероприятия по установлению места его нахождения. Между тем, вечером 22 января разыскиваемый самостоятельно явился в правоохранительные органы и во всем сознался. С материалами уголовного дела ознакомилась Юлия Чернышева. В голову любимой девушки парень выстрелил с полутораметрового расстояния. Пуля из Калашникова прошла на вылет, пробила кресло, в котором сидела жертва, и вошла в стену на 37 сантиметров, отмечают криминалисты. Так печально закончилась пьяная гулянка троих молодых людей. В эту квартиру на улице Путейская города Новокубанска они пришли под утро. Всю ночь двое парней и девушка выпивали и дебоширили в местной гостинице. Автомат пошел в ход, когда хозяин квартиры приревновал свою девушку к приятелю. Подозреваемый обмотал тело в несколько одеял, вылез в окно с другом и скрылся на такси. Труп обнаружила мать злоумышленника. Тело было перенесено с места совершения преступления, убийства, из одной дальней комнаты в коридор, уже к выходу. Тело полностью было обмотано, там около 6-7 одеял, то есть его несли, выносили, о чем свидетельствуют пятна крови на стенах. Матери не было, да, в это время было? Мать была. Она сказала, что я ничего не видела. А я не слышала выстрелов? Ничего не слышала. Потом, когда мы поймали первого свидетеля, пока он свидетель проходит, он сказал, что после совершения преступления приехала мать, вскрыла дверь эту, увидела труп, стала с ним ругаться, собрала бабушку, которая находилась в этот момент дома и уехали. Через время приехали, якобы, ну они уже скрылись. Через время приехала, вызвала полицию, я ничего не знаю, вот труп лежит, где мой сын, я не знаю. Двое суток 26-летний ревнивец прятался в полях Новокубанского района, затем сдался правоохранителям. При обыске в его домовладение было обнаружено два армейских автомата Калашникова с тремя магазинами и патронами к ним, а также пистолет ТТ. По словам подозреваемого, их он нашел во время прогулки с собакой. Сейчас это проверяют следователи. Действием мужчины в части законности приобретения и хранения оружия будет дана правовая оценка. По статье «Убийство» возбуждено уголовное дело. Новокубанский ревнивец задержан. Рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Также у него имеется непогашенная судимость. В 2016 году мужчина был осужден по статье 228. Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотиков. Юлия Чернышова, Александр Жирелеев. Служба новостей Армавира. Отныне коллекторов будут наказывать за незаконные действия в отношении должников. С 1 января 2017 года вступил в действие закон, который обеспечит дополнительный механизм защиты прав граждан. Анна Мельченко узнавала о подробности. Наклейки или надписи на двери, заборы, постоянные звонки с угрозами, а то и применение силы в отношении должника. Теперь все эти противоправные меры будут пресекаться. С 1 января вступил в силу закон о коллекторах, который существенно ужесточил требования к их работе. Так, в Армавирскую прокуратуру и полицию за прошлый год неоднократно поступали жалобы от горожан. Анализ жалоб за 2016 год поступивших как в прокуратуру, так и в правоохранительные органы в данной области в связи с тем, что коллекторские агентства, а также физические или юридические лица, действующие в их интересах, иногда, злоупотребляя своим правом, ошляют многочисленные звонки на телефоны городские или сотовые физических лиц, должников, а также их близких родственников. Теперь коллекторы, так сказать, в выбивании долгов должны руководствоваться новыми правилами. То есть не звонить должникам после 10 часов вечера и до 8 утра, в праздничные дни с 20 до 8 часов утра. Звонки должны осуществляться один раз в сутки, не более двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Кроме того, запрещено устраивать личные встречи с должниками более одного раза в неделю. За нарушение данных правил коллекторы будут наказываться. За это предусмотрена административная ответственность, как я сказал, 1457. Кроме того, предусмотрена уголовная ответственность. В данном случае в уголовной коллекции имеются статьи 330, само правство, 119, угроза убийства, 139, нарушение права на жилище. Ну и другие статьи в зависимости от тех или иных действий, которые совершают лица и числа коллекторских агентств. За соблюдением данного закона коллекторами будет следить Федеральная служба судебных приставов. Если человек, его права нарушаются, он вправе обратиться в службу судебных приставов и защитить таким образом свои права. То есть фиксировать факт обращения телефона, звонков или непосредственно встреч, выяснять, кто с ним встречался и так далее. И обращаться в службу судебных приставов. Они это фиксируют, должны проводить внеплановые проверки в случае поступления в их орган соответствующих заявлений. И при наличии оснований привлекать к административной ответственности, а в случае наличия уголовного, оказываемо идинициировать эти вопросы, то есть направлять по последствиям. Кстати, в 2016 году в Армавире было возбуждено одно уголовное дело об угрозе убийства, совершенного в отношении должника со стороны неустановленного лица в интересах одного из коллекторских агентств. Анна Амельченко, Александр Пензев, служба новостей Армавира. Дозванивайтесь на русское радио Армавира, получайте подарки. Акция от спонсоров в столе заказов продолжается. Что нужно сделать, чтобы получить желанные прессы, что разыгрывают на этой неделе, узнала Ирина Чупина. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений. На частоте 104,7 FM каждый будний день диджеи русского радио делятся с вами актуальной, интересной и полезной информацией, передают приветы и поздравления, принимают звонки и сообщения в прямом эфире. Русское радио ежедневно дарит вам хорошее настроение, любимую музыку и безграничный позитив. А еще дозвонившись в прямой эфир, слушатели получают возможность принять участие в розыгрыше различных призов. Специальная акция на русском радио Армавир продолжается. На этой неделе ее спонсором стал Центр английского языка и культуры «Англомания». Качественное иностранное образование с новейшими разработками педагогов из Англии теперь могут получить и армавирцы. Максимально комфортные условия для легкого обучения с удовольствием. Здесь представлены особые методики обучения детей с трех лет, которые разрабатывались с учетом возрастных особенностей юных слушателей. Для школьников предлагаются программы, нацеленные на повышение уровня знания английского языка и подготовку к государственным аттестационным экзаменам ОГЭ и ЕГЭ. Каждому клиенту в школе помогут выбрать наиболее подходящий формат обучения – индивидуальный в группе или мини-группе. В школе используются только самые современные учебные пособия, популярные во всем мире. Центр английского языка и культуры «Англомания» ждет вас на улице Роза-Люксембург, 113. С понедельника по пятницу ровно в 14.00 настраиваем свои приемники на волну русского радио 104 и 7 FM. Звоним в прямой эфир по телефону 30301 и отвечаем на вопросы ведущих. А если дозвониться не получается, то пишем сообщение. Номер для смс, ватсап и вайбер очень простой – 8-918-166-88-88. Кстати, если у вас нет возможности включить радиоприемник, то вы всегда можете услышать голос любимых радиоведущих онлайн на сайте omedia.tv. Открываем вкладку «Live», вводим указанный пароль и наслаждаемся любимой музыкой. Получайте призы и заряд отличного настроения. Ирина Чупина, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. На этом у меня все. Далее о погоде на ближайшие сутки вам расскажет Юлия Чернышева. В студии была Марина Бартенева. До новых встреч на телеканале ТНТ Армавир.